Женщина в толпе сказала ему «Блаженна чрево, которое выносило тебя, и груди, которые вскормили тебя». Он сказал ей «Блаженны те, которые услышали слово отца и сохранили его в истине. И во полю дни вы скажете «Блаженна чрево, которое не зачело, и груди, которые не дали молока». Женщина говорит такую вещь, в общем-то, очень женскую. Как счастлива мама, у которой такой сын. Ну, какая женщина не хотела бы видеть такого праведного сына, как ещё? Здорово же, да, что вот её чрево воспитало, её груди кормили. Но это такое, не груди и чрево «Блаженны», а обладательница, понятно, это образ. И очень часто это происходит у женщин, что они вместо самореализации находят реализацию в детях. Это понятно, что часть — это материнский инстинкт, это радость. Но это происходит во всех областях. Например, читаешь какой-то кулинарный форум, и там есть рецепт какого-нибудь ирландского рагу. И в отзывах читаешь, какое замечательное рагу муж съел у руча. Муж очень хвалил. То есть ты не найдёшь почти никогда реакцию женщины, которая готовила это ирландское рагу, которая бы написала «Очень вкусное рагу, мне очень понравилось». Нет, понравилось мужу, вот это замечательно. Я мужа кормлю. И точно так же дети. Я воплощаюсь в детях. Ишуа говорит, что ты, женщина, которая вот это говорит, сказал ей, ты можешь сама быть, как я. То есть ты можешь сама слышать слово Отца и сохранять его в истине. Ты можешь сама быть в этом свете, потому что не всегда в деторождении были времена, когда действительно было легче без детей. Это было не только во времена Холокоста, это было очень многие времена. И, ну, дети в бедном обществе, они как бы, ну, что я буду объяснять, да, то есть их иногда трудно прокормить, иногда опасно, иногда с ними человек не так мобилен, а ему нужна мобильность, чтобы спастись. Снова, ну, во времена катастрофы, во времена Холокоста мы это видели. И тогда говорили, действительно, можно ли у кого нет детей? Суть-то в том, что вот эта вот возможность принять слово и хранить его, она дана женщине. И женщина ничем не хуже. Ведь начали мы с того, что Ишуа говорит, «Я на всём». И поэтому, конечно же, и женщина может не через прокси своего сына, не посредством своего сына, а непосредственно воспринимать божественное слово и хранить его. А хранить выстрелил, что это значит? Не искажать. То есть хранить точно в таком же виде, как принял? Да. А какое слово тогда? Слово отца — это какое слово? Слово отца, я думаю, что слово отца здесь как бы то, что инструмент творения. Отец ведь творит словами, начиная с «да будет свет», там птицы «да полетят» и так далее. То есть есть какое-то речение, можно так сказать, какое-то словосочетание, буквосочетание, какой-то звук, которым создан «ты» и которым создан «я». То есть есть какое-то, ну это очень образно сейчас говорю, да, то есть есть какая-то часть, божественного глаза, которая обращена к нам и к той женщине, и можно его принять и хранить в истине, то есть жить по этому предназначению. Получается, это про личное откровение? Да, и про личное откровение тоже, да. Не про Тору? Я думаю, про личное откровение в Торе. Не про откровение, которое приходит с небес, а про раскрытие Торы в тебе, которое только-только личное. Личное откровение в контексте Тора? Да. Это не голос с небес, который говорит там «Марфа, Марфа, переезжай в Нижний Тагил», а это какое-то понимание Торы, которое раскрывается лично для неё, и она должна сохранить его в истине. Ну то есть это та жемчужина, которая… Это та жемчужина, да. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!